А сейчас наша еженедельная рубрика «Начитали», которая, как всегда, расскажет, чем же больше всего заинтересовались жители газовой столицы на прошлой неделе. Смотрим. Первая новость в топе этой недели обошла почитаемости все новости сайта НУР-24 за все время его существования. Но в уренгойце всерьез заинтересовались сводкой ДТП за 17 апреля. Дело в том, что аварии минувшей среды унесли жизни сразу трех человек. Столько же получили травмы. Чуть меньше жители газовой столицы читали о массовой драке в Надыме. Третьей почитаемости стала новость о несчастном случае в одном из детских садов Югры. Там четырехлетний мальчик умер во время прогулки. Подробнее можно узнать в разделе «Происшествия» на сайте НУР-24. Ямальскую фигуристку пригласили заниматься в Академию Евгения Плющенко. Новость с этим заголовком на четвертом месте рейтинга. Приговор суда над ямальским призывником, который издевался над своим сослуживцем, попал на пятую строчку рейтинга. Какой срок дали Богдану Хасанову, читайте в разделе «Криминал». Разборки медсестры и главврача ямальской больницы прошли не без участия прокуратуры. Пользователи начитали на шестую строчку. Наш корреспондент сходила на концерт Стаса Михайлова. Подпевала его песням, пританцовывала, а потом написала статью на сайт НУР-24. И сразу в топ. Еще бы. Всеобщий любимец все-таки. Историю о криминальном скандале в Новоуренгойской налоговой начитали на восьмую строчку. Подробности расследования уголовного дела доступны в разделе «Закон». Нож в топор и 16-летний подросток, пытавшийся силой отобрать у ямальца вездеход. Историю об ужасной жестокости юноши начитали на девятую строчку. Завершает наш рейтинг полуторачасовое ожидание Новоуренгойки на улице в отделении к судебным приставам города. Читали сайт. Вместе с вами Ирина Пономаренко, Дарья Ушакова, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. Новоуренгойки. Новоуренгойки.